ФМ на Дону 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 Скажите об этом чуть-чуть. Ну, вот чаще в быту бытует слово демодекоз. Это внутри кожный клещ, это самое, на мой взгляд, тяжелое из течений чесоточных клещей, потому что он позициирует не на поверхности кожи, не в верхних слоях кожи, а чуть глубже, в волосиных фолликулах, я извиняюсь, он ближе там, в тех слоях, туда, куда купочные препараты проникают сложнее, туда, где меньше всего идет кровоснабжение и такие системные препараты, которые, ну, принято колоть животным, тоже поступают слабо. И, соответственно, лечение этого клеща, ну, более сложное, более длительное, более трудоемкое и более, может вызвать осложнение у животного со стороны других системных органов, там, печени, почек и всего остального. Но, касаемо, вернемся к таблеткам. Все эти таблетки сейчас, на данный момент, идут с оговоркой о том, что они лечат и профилактируют эти подкожные, подкожных и внутрикожных клещей чесоточных. И то, что я видел, и то, что показывают на демонстрационных слайдах, да, действительно, если у вашего животного демодекоз или там саркаптоз или еще там этоэдроз, ну, разные виды чесоточных и зудневых клещей, то да, как бы однократное применение этих таблеток приводит к выздоровлению стопроцентному. То, чего никогда не давали применение инъекционных препаратов. Я опять-таки не буду называть, как они, этих, название препаратов говорить, дабы люди не принимали это за действие. То есть, получается, сейчас даже таблетки лучше, чем инъекции? Да, на 100% лучше. Кто бы, что бы вам не рассказывал, вы будете иметь больше плюсов от применения этих таблеток, нежели вы будете дешево и сердито лечить демодекоз, пусть будет такое заболевание, инъекционными препаратами. И при этом вы его не вылечите. Это первый момент. Второй момент. Прежде чем говорить о демодекозе, ребята, надо как бы отдифференцировать его от других кожных патологий. Потому что, ну как бы в 90-е годы пришли нам эти все сухие корма, и пришли блатные породы собак, которые недомороченные, а были завезенные. Все они с аллергиями, склонные к аллергиям, к аллергиям пищевым и другого характера. Поэтому, чаще всего, глядя на облысение на коже животного, все говорят, это подкожный клещ. Не вдаваясь в подробность, прежде чем что-либо делать, обратитесь к ветеринару и установите правильно диагноз. Потому что все кожные патологии, они идут примерно по одному типу. Облысение, зуд, расчесы и дискомфорту животного. Понятно. Все-таки без ветеринара никуда не обойдешься, да? Ну, если вы хотите хорошо и грамотно, дешево и эффективно лечить свое животное, то да. Все-таки дешево? Плюс-минус. В любом случае. Ну и последняя, наверное, такая штука, как блохи. Опасны ли эти паразиты? Мы, собственно говоря, уже привыкли к этим блохам. Насколько они ужасны для животного? Ну, тут два момента. Первый момент. Паразитируя на коже животного на теле, они вызывают зуд. Зуд сопровождается расчесами. Опять-таки мы получаем картину непонятно чего. Называется блошиный дерматит. И связанные с ним неприятные ощущения у собаки и его хозяев. Это первый момент. Второй момент. Блохи переносят личиночную стадию дипелидиоза. Это в простонародье огуречный цепень. Гриста такая, которая паразитирует в тонком кишечнике собаки. Собака грызет, съедает эту блоху. И получается, цикл повторяется, и животное заражает само себя. Поэтому обязательно надо обрабатывать собаку или кошку, любое животное от блох. А вот сейчас обрабатывать. Есть множество всяких инъекционных препаратов, которые наносятся сверху? Капли с капоном, да. Есть капли какие-то, есть какие-то ошейники специальные, есть какие-то даже таблетки. Что всё-таки лучше всего? Опять оговорюсь, на мой взгляд, на сегодняшний день лучше таблетки. Потому что таблетку дал, и три месяца, одна из видов этих таблеток на три месяца действует. Отдал, и три месяца у тебя постоянный уровень препаратов в крови и во всех жидкостных тканях. И клещ при этом, садясь на животное, начиная только уже на стадии внедрения в кожу, он же не сразу начинает, упал там, сел на собаку, зацепился и начал сосать кровь. Нет, он сначала должен пробурить кожу, там у него там меч такой специальный есть, он забуривается туда до кровеносного русла, и только тогда начинает уже процесс питания. Вот благодаря таблеткам гибель паразита наступает уже на стадии только пробуривания. Даже до кровеносного русла не успокаут? Да, что дает нам, ну как бы, предохраняет собаку от заражения пероплазмозом или бобезиозом. Это одно и то же заболевание. Получается, вы два зайца убиваете, вы профилактируете клещевую инфекцию, и вы получаете защиту животного от блох и клещей, и как бы профилактика всяких чесоточных. Поэтому в таблетках больше плюсов, чем каких-либо говорящих минусов. То бишь, получается, если все-таки подвести итог, что нужно знать об обработке домашних животных в летний период, можно подытожить все-таки, что нужно обратиться к ветеринару, потом найти что-то и все-таки таблетки, да? Из всего черного дела можно знать телефон ветеринара, тому, которому вы доверяли. И не приходили самостоятельно решать этот вопрос, как бы читая интернет и все остальное. Понятно. Уважаемые слушатели, у нас в гостях Рубен Саркисович Еркудов, государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора на государственной границе транспорта Российской Федерации. Между прочим, кандидат ветеринарных наук. Мы примемся на маленькую музыкальную паузу и продолжим новый разговор о том, как обезопасить братьев наших меньших. Оставайтесь в прямом эфире «Живая тема». Жил-то, был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, Как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет, Целый день во дворе туета, Разгоняют дороги кота. Только песня совсем не о том, Как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже кошкой своей заверсту Приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, Как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Этот кот от сушей до хвоста Был черней, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, Как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, Если черный кот дорогу перейдет, А пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулак 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 В том, какие анализы. То ли вы зайдете общий анализ крови или биохимию крови и посмотрите, как ваше животное, то, что вы нашли себя, чувствует, его клиническое состояние, если вы не видите каких-либо клинических признаков чего-либо. Если касаемо определения титра антител, на мой взгляд, это будет трата денег. Возьмите, просто провакцинируйте и получите тот результат, который вам нужен. Ну и такой последний вопрос перед музыкальной паузой. Скажите, пожалуйста, все-таки бывает ли партия плохой вакцины или это миф? Бывает ли все-таки? Ну, все возможно. Как-то давным-давно на одной фирме российского производителя отзывали вакцину. Честно говоря, на фирменных производителях ни разу не сталкивался, чтобы был, отзывали вакцину с реализацией. Ну, аллергия на вакцинацию у животных же тоже возможна какая-то? Возможно. На все возможно. И у людей, и у животных. У животных точно такой же организм, как и у человека. На все возможна аллергия. Но, тем не менее, почему-то у человека нет такой таблетки для того, чтобы съесть и не бояться укусов клещей. А у животных есть. Почему? Я же вам еще раз говорю. Человек живет в квартире, ходит по асфальту, в 90% случаях не трется ногами по земле, голодом. Даже если мы едем на природу, мы внимательно смотрим и чувствуем, что же там по нам ползет. Особенно в последнее время. Да. Собака менее чувствительна к этому. Собака бегает по траве, собака лазит там, где не лазит человек. Но зато сидят и ждут клещи. И вот и все. Поэтому не стоит так развивать мысль для человека, для того, чтобы обезопасить человека от клеща таким способом. По нам, слава богу, не бегают блохи, потому что мы все с собой следим, гигиену проводим. И слава богу, собачьи блохи на человеке не приживаются. Да. Уважаемые слушатели, это живая тема. В гостях у меня Рубен Саркисович Еркубов, кандидат ветеринарных наук. Мы прервемся буквально на маленькую музыкальную паузу, а потом много вопросов от вас, слушателей. Их действительно много, и они есть очень интересные. Оставайтесь с нами в прямом эфире. Живая тема. Голову повыше, плечи слегка назад. Да, нифти на месте. На, гон. На, гон. На, гон. По всему миру в каждой квартире. Их ты, по тапу, куда ни включи. Сразу залит на маленький крыш. На стенку в больнике надо смотри. В каждой машине, в каждой маршрутке. В любом, который, в ресторане, в любом. На, позитиве, дверь, прости, Настя. Локомотивам песен в больнике. А я, а, а я, а, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, мы здесь с нами все. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, я ору тебе. Мы звезды, мы пешки. Мы нравимся тебе. А я, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, мы здесь с нами все. Безерный канал, мы суперсекси-бокал. Какой ни ключи канал, всех пока перетоптай. Я буду популярна, сверху и снизу пока. Хотят мыши лишь пакнуть и лететь. А я, а, а, я, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, мы здесь с нами все. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, я ору тебе. Мы звезды, мы пешки. Мы нравимся тебе. А я, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. И нет, мы здесь с нами все. Если в темном переулке Неожиданно напали Поднимите руки вверх И танцуйте вместе с нами Покажите этот танец Удивите их улыбкой И тогда любой засранец Вдруг поймет свою ошибку Или вы на дискотеке Танцевать всегда сыснялись Поднимите руки вверх И покажите этот танец И тогда быть может шутку Или может поприкону Назовут вас на минутку Наш король, король-тостоп А я, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру И нет, здесь с нами все. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру И нет, я ору тебе. Мы звезды, мы пешки. Мы нравимся тебе. А я, а, ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру И нет, здесь с нами все. Субтитры делал DimaTorzok В гостях у меня Рубен Саркисович Якубов, государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте Российской Федерации и кандидат ветеринарных новок Рубен Саркисович Якубов, здравствуйте вам еще раз Здравствуйте всем тоже Вы, простите, три раза поздоровались, но музыкальная пауза может быть Ну, как говорится, с хорошим человеком не грех Не грех поздороваться, да, за весь год вперед Ну а теперь давайте все-таки вопросы слушателей от вас, любимые наши дорогие слушатели Первый такой вопрос, который меня заставил улыбнуться, я вспомнил такие картинки, которые становятся мемами о толстых собаках и котах, которых откармливают не только бабушки, а любимые заводчики Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос вес Мой кот все время хочет есть, полнеет на глазах, норма ли это? Ну, то, что он хочет есть и у него хороший аппетит при этом, это нормально, слава богу Значит он здоров, то, что он полнеет, это ненормально В конце концов, сердце оно не железное Гонять кровь по толстому организму тяжелее, чем по худому Потом печень может начать отказываться, отказывать жить и все такое Поэтому соблюдение веса, это необходимо как для животных, так и для человека Излишний вес никому не нужен, добра не приносит То бишь, получается, кота не надо даркармливать Хочет он, но дали ему пропорцию, которую он заслужил, так скажем, да, и все Ну, держать в проголоде животное, это тоже неправильно Сейчас есть ряд кормов, которые признаны для сбалансирования рациона И не приводят к набору лишнего веса Это уже касаемо специфического кормления сухими кормами Ну, а если вы кормите домашним кормом, то тут уже как-то, как говорится, мудрите сами Добавляйте низкокалорийные продукты, но опять-таки можно попасть на энергетическую А вообще, правильно питание в нескольких предложениях, фразах можно как-то определить для домашних животных Тем более породистых, которых мы держим в доме, как для котов, так и для собак Говоря уже о каких-то декоративных породах Да, можно, конечно, это два варианта Либо это домашнее кормление с учетом всех необходимых потребностей и витаминов Либо это кормление кормами промышленного производства Ну, и выбирайте рацион, который вас устраивает В принципе, они все от эконом до суперперемиум-класса есть И тут уже по деньгам и по необходимости выбирайте Какой вашей собаке больше подходит, тот и кормите А такой момент, многие говорят, опять же, мир слухами полнится Что все время кормить кормами производства кормления – это вредно Так ли это или нет? Ну, как бы заблуждение, мифы заблуждения Что человек, что собака – это моногастральный организм Где один желудок и где ферментные вырабатываются на один и тот же вид корма Скажем так Если вы изо дня в день кормите одним кормом У нас вырабатываются одни и те же ферменты Все это хорошо усваивается И лишь бы весь рацион был сбалансирован И был подобран так, чтобы там были микроэлементы Витамины, белки, протеины и все остальное Но если это производственное питание какое-то То там уже должно быть все автоматически сбалансировано А если сами, мудрите сами, да? Да, то мудрите сами, да Но не забывайте про то, что если вы все варите То там как минимум витаминов То надо добавлять отдельно Понятно Скажите, пожалуйста Нормально ли ситуация, если поведение домашнего животного Становится каким-то, ну не таким, как привыкли видеть его хозяева Ну, например, он себя чересчур вылизывает Чрезмерно выкусывает Какие-то приступы агрессии С страхом Может какое-то там непроизвольное даже мочеиспускание На того же крайнем случае Понятно, что ненормально А если вот так, например, сидел-сидел и начал бояться пару суток Или еще там начал себя вылизывать Я понял Вы же сами в своем же вопросе спрашиваете Отвечайте на свой вопрос Нормально Нет, конечно, ненормально Нормальное, естественное поведение животного Где животное радуется при встрече с вами Где оно бегает вокруг вас Ест нормально При этом нет ни рвоты, ни расстройства пищеварения Это нормально Когда вы видите что-то не то То это уже ненормально И вы опять-таки должны обращаться к ветеринару Не надо лазить по интернету Ну и такой еще вопрос по поводу Мы на него как-то уже отвечали Если животное чихает, например, или кашляет Нормально ли это? Или как убедить себя в том Или узнать, что заболело ли животное Ну или это просто там, не знаю Какая-то аллергическая микрореакция Ну вот тот же самый момент Если вы подметаете пол А рядом прошла ваша собака или кошка И чихнула То это нормально Если вы сидите на диване Гладите ее А животное при этом постоянно чихает Или чихает в минуту по три раза Или там за 10 минут Три раза чихнула То это ненормально Тем более касаемо кошачьих У них очень часто бывают Хронические респираторные инфекции Которые ничем практически не проявляются Ну вот чихание там Закисание глазок Выделение незначительной сносы Ну человек это всегда владелец То к одному Несет то к другому А на самом деле это все-таки Хроническое инфекционное заболевание Которое уже надо лечить Я понятно, да, ответил? Да, понятно Ну вот такой момент А можно как-то по поведению домашнего животного Увидеть то, что он достаточно плохо себя чувствует? Ну опять-таки Все поведение заключается в том Что он не рад нас видеть Он лежит, он вялый Он слабо передвигается Говорит там о блеске шерсти От тусклости в глазах Ну это все субъективно Основной момент Плохо питание Да Аппетит Аппетит Основной момент в том, что животное начинает менее резво двигаться Менее охотно принимать корм Менее охотно выходить на прогулку с вами Или на прогулки быстрее уставать Это все звоночки к тому, чтобы обратиться к ветеринару К ветеринару Такой вопрос Нашли животное Видно, что было домашним Гладкая шерсть, ухоженная Но вакцинировали его неизвестно Стоит ли его вакцинировать сразу Если дома есть уже вакцинированные животные Из-за которых тоже переживают Или все-таки сделать это лучше через год Ну вот опять-таки Есть такое понятие Карантинирование животного Вы его берете Желательно сразу не тащить в дом к своим Я всегда очень ругаюсь Когда люди такое мне рассказывают Что вот мы там нашли И притянули А теперь у нас у всех голова болит Вот по осени был у меня такой случай Моя близкая знакомая обратилась Она где-то подобрала кошку При всем при том, что котенок У ней была своя кошка Жила рыжая, по-моему, кошка Она подобрала котенка Вот этого котенка она вылечила А своя кошка у ней погибла От панликопении Которая была у этого котенка Сделали тест они в Таганроге И выяснилось Вот вам ответы на все вопросы Не стоит тянуть сразу в дом Если есть возможность где-то передержать Передержите Обследуйте животное Провакцинируйте животное Но если во время исследования не выяснилось Не нашли никаких вирусных инфекций Ради Бога Тяните к себе в дом сразу Запускайте Пусть идет в контакт с вашими домашними Если там есть какие-то вирусы Это чаще касаемо кошек У них хроническая панликопения Заболевание То заболевание, которое никак не лечится Может протекать в хронической форме Никто никогда не догадается, что оно там есть Но все равно Там исход один у этого заболевания Рано или поздно Game over Поэтому прежде чем Особенно еще раз оговорюсь Касаемо кошачьих Не стоит тянуть их сразу к себе В дом, на постель Или еще куда-нибудь Тем более Чаще всего кошачьи Переносчики такого заболевания Как таксоплазмоз Ну тоже малоприятное заболевание Клинически Как-то не всегда оно проявляется Хроническое течение там характерно Но оно опасно для девушек молодых Которые планируют выходить замуж И вообще для девушек в плане рождения Нежизнеспособного молодняка В смысле детей Вы знаете, вот я вспомнил опять же Такой случай Насколько опасно общение Вот с животными Для детей Да вообще для взрослых Которые заболевания У которых есть заболевание Какое-то вот кожное Например, там типа Лишай какой-то Подкожный клещ Передается ли это людям? Нет Лишай, да Передается людям А подкожный клещ Он сугубо специфичен И не передается При всем при том, что у кошек Свои клещи У собак Свои клещи И чаще всего Ну как бы Они не перезаражают Друг друга А лишай, да Всегда пожалуйста А вот как отличить нам Лишай, например Того же самого подкожного клеща Ну мы же не понимаем Как говорится Вернемся к началу нашего разговора Да, давайте вернемся к началу Подытожим Не надо заниматься самолечением Обращайтесь к ветеринару Обращайтесь к ветеринару Я к чему спросил Потому что недавно Спрашивал у врачей Там симптоматику Одного из детей Знакомых мне Мне сразу задали вопрос Общается ли он С домашними там Питомцами Есть кошечки, собачки Я говорю При чем тут это? Ну они говорят Нет, это тоже важно Нужно задавать анализы Поэтому этот вопрос задал вам Да, ну тут знаете Касаемо Лишая Ну да, можно заразиться Для всего нужны Сопутствующие факторы Например Если вы здоровы У вас чистая кожа Не больная Даже если вы Держите в руках Эту лишайную кошку Скажем, да Не факт, что вы заболеете Совершенно не факт Если у вас на коже Есть какие-то микротрещины Микрорасчесы Вы при этом В этот момент Пьете какие-то антибиотики Ну, одним словом У вас у самих Сниженный иммунитет То да Понятно Тут уже Жертва обстоятельства Да Ну а один из последних Вопросов Тренд Мода Чипирование Домашнего питомца Я вообще всем уже говорил Что в последнее время Мы достаточно часто видим Особенно в Таганроге В больших городах Заклеменных собак С рыжей биркой Я думал, что это есть чип Но готовясь к передаче Спасибо вам, Рубен Саркизович Сегодня я узнал много нового Узнал, что это вот Биркование Это называется Да, биркование Совсем-совсем не чип Что чип это что-то мелкое Вообще, расскажите О чипировании домашнего питомца И нужно ли это в первую очередь Ну, я бы сказал Что это все-таки Не мода А необходимость В плане того, что Животные дорогие Животные красивые Животных все любят И вот Не так давно У нас тут В Матвеево-Кургане В прошлом году Был случай Когда сосед Своровал собаку У соседки Выставил ее На Авито Ну, в общем-то Целое дело Там И этого человека Как говорят Повязали Но Очень много И долго доказывали Его вину Он упирался Все бы решилось просто Если бы эта собака Была как-то чипированная Беркованная Или все-таки Клейменная И у хозяйки Был бы ветеринарный паспорт Где стояла отметка О том, что Это моя собака И она Вот так вот Чипирована Хозяйка бы предъявила Этот паспорт Это бы Идентифицировали Собаку Согласно ее паспорта Все бы на этом закончилось Человека бы наказали И нашему следствию Мне пришлось Втратить огромное количество Время и усилий На доказательство Его вины Потому что он уперся Сказал Нет, я никого не воровал Ну да Вот и все Вот вам как бы ответ на то Что нужно чипировать Или не нужно Да, если вы дорожите Своим животным Прочипируйте его Проклимите его Ну в крайнем случае Оденьте бирку Ну бирка некрасивая Эстетически Как Максим сказал Чипы Вопрос, наверное, перед тем, как мы подытожим всю нашу тему. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня много говорили, начинали, возвращались к началу, вспоминали прошлые наши уже встречи в прямом эфире «Живая тема» на радио ФМ на Дону. Вообще, можно ли верить тому, что пишут на форумах в интернете? Сразу скажу, перед тем, как вы ответили, что готовясь к передаче, я как минимум на четырех форумах почитал интересующие вопросы, почитал отзывы людей и при этом некоторые люди, которые называются ветеринарными врачами. Я это не знаю, но человек написан, ветеринарный врач, у него даже адрес клиники и даже мнение на некоторых форумах ветеринарных врачей, даже по поводу длины шерсти и отношения к этой шерсти, тех самых клещей, они какие-то разные. Теперь скажите свое мнение, можно ли верить тому, что пишут на форумах в интернете? Ну, знаете, если так можно, я отвечу словами своего любимого папы, который всегда говорит, что если верить интернет-данным, я беременный, поскольку у него пузико такое, как у 6-8-месячной женщины. По всем параметрам он берет. Да, он беременный. Так вот и здесь, если верить всему интернету, то мы скоро умремся, нас захватят инопланетные сущности и все такое. Не надо, не стоит обращаться, я еще раз повчеркиваю всем, не надо лазить по интернету, по просторам интернета. Очень часто встречаюсь с людьми, которые мне начинают рассказывать то, чего не существует. И даже, ну я как бы, пусть у меня и большой или небольшой опыт врачебный, но даже я бы побоялся поставить такой диагноз, как мне тут люди заявляют, что у моей собаки тот, у меня аж трубка падает из рук от неожиданности. И я понимаю, что эти диагнозы, они берут из потолка, основанные на интернет-данных. Не надо. Не занимайтесь ни самолечением, ни лечением животных. На все есть врачи, ветеринары, гуманитарные врачи. Не надо заниматься самолечением. Но с другой стороны, понимаете, вот сейчас для людей можно понять, кто-то занят, кто-то экономит свои денежные средства, кто-то там еще что-то. Вот что делать? Все-таки, ну, как вот убедить людей, что все-таки необходимо тогда идти к ветеринару? Знаете, грубовато, ну так можно сказать, что на любое кидало и свое попадало. Я понял. Вы экономите на одном, попадаете на другом. Да, это же верно. Точно так же, как я вот людям объяснял, что вот эти таблетки, да, то отдайте вы, ну, потратьте вы деньги, купите вы эту таблетку. Это не та сумма. Мы больше иногда прогуливаем и денег. Кстати, хочу сказать, что... Нежели уйдет на лечение, то есть... Чипирование приблизительно стоит порядка двух тысяч рублей. Это без GPS-навигатора, пока что просто для того, чтобы сделать электронный паспорт своему маленькому, любимому, домашнему киборгу. Чип. Паспорт, бумажный носитель. Ну, чип, я имею в виду, как электронный паспорт получается, да, все равно? Нет. Ну, это разные слова. Это электронный чип в бумажном паспорте вклеивается. Хорошо. У нас еще нет электронных паспортизаций живут. Чип в бумажном паспорте. Вот. Все-таки недоразобрался я на форумах. Да, немножко, да. Недоразобрался. Ну, а теперь все-таки давайте подведем итог того, с чего мы начинали. Мы все-таки говорили о том, как опасен и насколько опасен клещ, и как лучше всего предотвратить свое животное от укуса к клещам. Вот вы только что, Рубен Саркисович, сказали о том, что таблетки. По мнению Рубена Саркисовича, все-таки лучше всего не инъекции, не какие-то другие препараты, а просто таблетка. Одноразовое использование и... На три месяца. В среднем от месяцев до трех, смотря какая фирма производитель. То бишь, получается, весенний период начался, мы своей собачке или кошечке дали таблеточку одну и все. Ну, опять-таки, маленькая тонкость. У нас клещи не носят, как таковое, не носят сезонного характера. Есть статистика и зимой, и в январе, когда... Но она очень незначительная. Только оттепель наступает. Да, и даже охотники пошли на охоту, лежит 40-сантиметровый снег, солнце посветило на какое-то пятно на коре, нагрело его, и собака пробегая мимо, клещ согрелся, активизировался и упал на собаку. Вот вам как бы и повторение заражения. Поэтому у нас сезонность выражена слабо, да, можно сказать так. Ну, она есть сезонность, это осенний-летний период. Когда солнце начинает, яркая активность, начинается температура солнца, да, клещ как бы поменьше клещевой инфекции случается. Но, тем не менее, если вы можете позволить себе круглогодичное применение таблеток, применяйте. Позволить в плане денег или в плане экономии собаки? Вот как на здоровье собаки, на какие-то эффекты подсторонние? Ну, лично мое мнение, что на любой препарат может быть анафилактическая реакция, да. Но лично мое мнение, что вы больше угробите состояние собаки лечением пероплазмоза, нежели применением таблеток. Да. Это был Рубен Саркицевич Акубов, государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринарного центра и надзора на государственной границе и транспорте Российской Федерации, кандидат ветеринарных ног, который нам скажет еще два слова на прощание. И на этом прямой эфир закончен. Я желаю всем счастья, мира, любви и здоровья. Был рад вас всех видеть, слышать, как говорится. И обращайтесь, не стесняйтесь. Ветеринарные специалисты и вообще специалисты медицинских и ветеринарные медицины служат для того, чтобы рассеивать все ваши сомнения и лечить вас по мере сил и возможностей ваших. Это был Рубен Саркицевич Акубов. И я, ведущий прямого эфира «Живой темы Макс». Желаю всем хорошей пятницы. Всем до свидания. Рубен Саркицевич Акубов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова